и при друзья алексей бы на связи вот мы забрались ну вообще в такую глубинку бахола это ну реально достаточно плохая дорога вот посмотрите это здесь есть национальный парк называется красная земля красная земля такое название сейчас по его посмотрим вот сюда подошли сложно добраться прямо скажу вам дорога местами очень узкая мы но это вот такая вершина куда мы еще не забирались так что вот сейчас мы вам покажем посмотрим вот сюда вид должен быть красивый но сейчас мы это все и покажем его друзья давайте сделаем экскурсию посмотрим на это место видите вы уже видите что красный красная такая земля называется ретера очень долго сюда добираться но относительно по бахолу это конечно же может быть за полтора часа последняя часть пути треть пути достаточно такая дорога гористая недостроенной но вот видите мы подходим очень красивый вид я на самом деле несмотря на то что я как-то немножко уже сюда пока доехал уже несколько раз думал повернуть обратно но в общем получил удовольствие посмотрите какой красивый вид вид на сибу а то все суда пришают в общем-то пофоткаться прямо скажем вместе все достаточно много филиппинцев просто удивительно воскресенье и вот в такой дали суда мы еще так не доезжали это действительно наверное какой-то какой-то типа центра бахола но вот очень высокие горы здесь видите их отличный вид просто ведь просто замечательный он сделано из бамбуковых таких вот я показываю сибу там город сибу а там вот даже сибу может быть уже можно видно сам город сибу вот билеты так видите нейча парк ретера диагатон нейча парк вот такой но очень маленький к обычно я представлял парке такие большими а здесь парк орта такой маленький но видите красная земля действительно люди приходят фотки красивые фотки красивые на них получается ну и мы в общем присоединились просто удивительно обратите внимание из куска никому не нужной земли люди сделали в общем-то достопримечательность на бахоле просто здесь в общем-то это земля никому не нужна в общем-то здесь в горах туда не добраться и вот вот раслин просит пофоткаться сейчас будем ее фоткать видите вот красиво сделали такой узорчик но ведь и людям нравится на фоне красивого вида вот раслин просит пофоткать ее а то я фоткаю и несколько раз вот фотки а действительно хорошие мы переслали своим знакомым все очень довольны красивый вид прямо так как на облаках ну вот идем посмотреть уже другие части этого парка но он маленький то есть может быть там две сутки три что-то такое может быть четыре сотки вот второе место где можно по пофоткаться все филиппинцы приезжают фоткаются по полной программе все стараются все приезжают сразу же пофоткаться раслин рассказала у подслушала как филиппинцы приезжает сюда приехали говорят где где вы первые будем фоткаться там или там или что мы первое будем смотреть там всего-то в общем то в общем то это место для фотографий прямо скажем потому что какой то там ну и такого вида вот посмотреть на вид видите досточки такие поставили бамбуковые походить можно очень новый много людей много людей относительно вот для пандемии много людей сюда приезжает сейчас пойдем следующее место смотреть вот видите такая холмистая красная земля все сюда приходят ну красиво в общем то вот так постепенно я немножко сначала когда приехал то скептически к этому относился но в общем то то есть ну пол часика 20 минут 20 минут можно походить здесь и сама поездка ну да гора в горы реально в горы дорога временами узкая немножко даже опасно я бы сказал но бы большинство приезжают сюда вот описано Ретера Диаготон Найча парк такое видите написано знак такое и вот и люди вот на этой красной земле фотографируется место Сахатон Калапе Бахол Фотки действительно красивые получается должен признать и нам повезло хорошая погода замечательная видите какая-то вершина просто какая-то вершина но дорога строится дорога реально строится то есть скоро я думаю через год здесь будет дорога вот ходим по разным по разным местам ну вот это все и конец этого парка вот мы дошли видите дальше уже дальше уже ничего нет вот я раз я говорю интересно чего сюда люди вот приезжают в общем то ну я так даже немножко поворчал там конечно но в общем приятно приехали так ничего такого прямо уж особенного но фотки действительно отличные получается вид просто суперный лучший вид который я когда-либо наблюдал и такое если в компании все если один может быть и скучно так это все ехать так а если в компании то нормально то надо поехать это так было рано на север до луа лон проезжаете потом калапе и в калапе надо уже спрашивать потому что вывесок нету на главной трассе мы еще сразу не шутили там начали спрашивать одного второго потом там надо свернуть проселочные дороги такие ехать ну не проселочные там они цементные но такие узкие местные и только когда уже подъезжали сюда уже появились знаки я говорю раз ли почему они не поставили знак на на трассе потому что не по не совсем понятно где сворачивать google прямо скажу когда мы ехали мы по google map заехали в другую сторону google ведет сюда самую кратчайшую дорогу но она не ну уж плохая дорога на последней трети поэтому нам пришлось реально вернуться и поехать вдоль вдоль побережья google maps показал дорогу напрямую но она хорошая хорошая потом под конец уже идет такая узкая я уже туда не поехал просто реально вернулись и сделали крюк поэтому долго добирались этого google неправильно показывает может быть через год-два эту дорогу сделают и уже google будет показывать правильно пока что видите фоткаемся смотрим на природу и вот все больше и больше людей филипинцев когда мы уезжали уже еще больше начали приезжать мы проездом уже машины сюда начали при приезжать люди очень ну на бахоле вообще люди любят посещать всякие места просто удивительно на самом деле вот небольшой остров этот бахол да не такой-то и там вот на самом деле все больше и больше появляется таких мест достопримечательностей помните прошлое было этот мир мир of the world где вот эти зеркало мира и показал все ну просто нормально сделали просто замечательно интересно посетить пофоткаться люди в общем-то филипинцы в общем ради этого и приезжают вот еще последнее наверное мы заходим осматриваем и скоро будем уже уезжать обратно вот она бы вот вот и вот 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 все приезжают компании одиночных людей мы не видели филиппинцы путешествует большими компаниями как правило но сюда удобно большинство людей сюда добирается на мотоциклах вот мы еще последний раз посмотрим и в общем то будем уезжать в общем то друзья на этом все вот такое у нас было путешествие я не немножко сначала мне дорога конечно не очень понравилось но потом когда обратно едешь и просто уже нормально то все в порядке то есть я когда мы ездили я беспокоился просто что вдруг где-то мы застрянем а развернуться не можем не сможем потому что дорога местами была реально узкая то есть там просто развернуться не получится но все в порядке ехать можно там баналах нормальная временами только есть уже такая длинистая земляная то есть в луже могут быть и то есть но машина проезжает мотоциклы все все можно все проезжает друзья буду на этом с вами прощаться сайт mango panlau.com алексибу подписывайтесь на канал приезжайте в гости на panlau всем привет до связи алексибу подписывайтесь на канал приезжайте и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...